Поехали. Ну, в общем, первый вопрос, как все-таки бывший спортсмен, успешный, вы обладатель Кубка Мира 91-го года, на Спартакеаде народов СССР, да, чемпионом были, и много, в общем, много где, на двух олимпиадах выступали, и в разных странах играли. Как вот вы пришли к тому, что сможете стать бизнесменом? Ну, длинная история, потому что, когда ты молодой спортсмен, и все твои амбиции – это то, что достигнуть надо чего-то в спорте, нужно победить, прежде всего, сначала тебе нужно победить кого-то, потом ты понимаешь, что побеждаешь себя, и основной бенефит от этого – это твой характер, как там сила духа, что ты преодолеваешь себя, чтобы, там, каким-то образом самосовершенствоваться. Дальше происходит момент, наверное, у любого спортсмена, когда он заканчивает карьеру, и нужна другая самореализация, да, то есть уже в обществе, где ты практически отсутствовал на протяжении, там, 10-15 лет всей сознательной жизни, потому что ты либо сидел на сборах, либо, там, играл по контракту, где какой-то социальной активности у тебя практически не было. И дальше наступает сложный период у спортсменов, потому что образование ноль, как правило, даже если оно было, то оно забыто напрочь, там, годами тренировок таких серьезных, и найти себя достаточно сложно. И в моем случае получилось очень странно, я очень увлекался и до этого, и после Востоком, я уехал, как бы, на Восток, и, собственно, больше даже тяготел к какому-то монашеству, там, и отречению от вот этой суеты, мне было проще, наверное. Ну, вот самый, там, мой в тот момент самый главный гуру Сайбаба, да, я к нему попадал несколько раз на интервью, около шести раз, по-моему, и уже сейчас. И практически на втором интервью, он мне, когда я уже считал, что я должен уходить в монастырь или еще что-то такое. Монастырь буддистский? Ну, по сути, это было просто отречение такое, да, то есть я хотел уйти в трехлетний ретрит, так называемый. Да, это, скорее всего, больше буддистско-индуистская такая история. Вот, он мне сказал, что тебе надо ехать в Москву заниматься бизнесом. Восток – это Тибет или Непал? Что это? Нет, Восток, я был в большей части в Индии в это время, в Индии и в Непале, да. И он меня отправил, по сути, заниматься в Москву бизнесом. Без образования, без ничего, без связи, потому что я 10 лет с границей отыграл. Я приехал, что я здесь думаю делать. Два раза возвращался, у меня опять там один, второй, меня там, гуру, которых я встречал, все отправляли бизнесом заниматься. Ну и последний уже вот такой, мой учитель буддистский, Чикинима, это первая встреча, когда мы с ним встретились. Это уже был у меня ресторан, в нем собрались уважаемые люди, я в самом уголке сидел. И первые слова, которые мне сказали, а тебе надо бизнесом заниматься. Ну и я тогда вот уже совсем сдался и решил, что надо заниматься. И пошел учиться, потому что явно не хватало ни знаний, ни навыков, вообще ничего не хватало, ни связей. Поэтому выбрал сразу достаточно сложный такой институт. Это я учился в Кренобильском институте, закончил MBA два года. На французском языке? На английском. И было очень тяжело, я одновременно английский как бы подтягивал. И вообще первые навыки какой-либо системы мышления получал, потому что после спорта, естественно, он просто даже не цепляется, он не запоминает ничего. То есть нету, ни за что вообще зацепиться. И было тяжело, правда. Там два года, там где-то полтора года было тяжело. Потом как-то это все раскочегарилось, появились какие-то уже первые навыки вообще, там анализа какой-то там ситуации. Ну лидерские качества тебе спорт дает, характер, там упорство тоже спорт, там сила духа. А вот сам образ мышления вообще, какой-то там система мышления, вот дает уже такое бизнес-образование, как подойти к какой-либо проблеме, как ее решить. И, собственно, не бояться эти проблемы решать, потому что ты знаешь, собственно, методологию. И вот было тяжело, но отучился. И после этого, конечно, там сразу поменял. У меня уже были там два ресторана свои, сразу все поменял. И там повольнял, закрыл рестораны после того, как это учился, потому что понял, насколько неэффективно все это работает, сколько требуется личного времени на это. А коэффициент, вот у КПД это очень низкий. Стартовый капитал у вас в том времени был? Ну стартовый капитал у меня был заработан на спорте, да. То есть когда говорили там, я могу отчитаться. То есть были бизнесмены, которые говорят, за каждый свой миллион, кроме первого. Я могу за свой первый тоже отчитаться, если у меня абсолютно был заработан на спорте. То есть на волейболе вы смогли заработать миллион долларов, так получается? Да, да. То есть у меня был там в то время, наверное, один из самых больших контрактов в мире. В Японию меня перекупили. Не из-за того, что в Японии самый сильный чемпионат, а просто мне предложили сумму, которую... То есть они вас оценили именно вот в такую сумму, да? Ну они вообще странные ребята, они приехали, говорят, вот какой самый большой контракт в мире? Ну тот момент был там типа где-то 350 тысяч долларов. А вот мы даем там на 10% больше. И получилось так, что как бы они... Им было все равно сколько платить, потому что у них такая бюджетная крупная организация. Ну вот очень много примеров в спорте, особенно сейчас, в современных, когда ребята в 20 лет получают огромные контракты и начинают быстро очень растрачивать эти деньги на дорогие машины, на каких-то красивых девушек, на покупку еще чего-то. В общем, таких бирюлек, так скажем. Как вам удалось все-таки не пойти по тому пути? Ну, во-первых, я не зарабатывал очень большие деньги. Да, вот сейчас мы говорим, когда там зарабатываешь сразу миллионами, наверное, голова кружится. А мы тогда зарабатывали там по 200 тысяч долларов. Просто понятно, что в 90-е годы это были страшные деньги, очень большие. Но поскольку они были реально заработаны там потом и кровью, да, то есть я очень каждые там эти 100 долларов, которые были заработаны, для меня было вот так потратить куда-то очень тяжело. То есть это действительно тяжелая, может быть, красивая, но тяжелая работа, когда ты уезжаешь там и играешь за какой-то профессиональный клуб, где тебе нужно показывать результат, где ты должен быть профессионалом, да. И когда ты зарабатываешь вот эти деньги, их просто растратить совершенно не представляется. У тебя даже в уме этого нет, что вот сейчас я пойду там и что-нибудь куплю себе какой-нибудь в Мазерате, да. Другое дело, если мы зарабатывали по 20 миллионов, возможно, да, вот такое головокружение от успеха, ну, в 20 лет, ну что, понятно, что человек, он еще, наверное, не готов к испытанию вот такому, деньгами. И, собственно, что от молодых ребят требовать, если они стали зарабатывать по 20 миллионов? Наверное, они имеют право, раз они такие талантливые, собственно, эти деньги тратить, как им нравится пока. Потом с возрастом, я думаю, что там уже когда ближе к 30, начнут задумываться о каких-то других ценностях, кроме вот этой вот мишуры блестящей, да, и какие-то правильные решения будут принимать. Вот я совершенно недавно прочел про, мы знаем, вот помните, хоккейная команда, да, которая разбилась на самолете, да, из Ярославля, да. И вот капитан этой команды, да, оказывается, последнее, что он сделал, вот послал смс-ку 500 тысяч рублей, да, на лечение ребенка. Из самолета перед тем, как разбиться, да, то есть вот эти вещи, он же не делал это там на виду, показывая, насколько он там молодец, да. Он это сделал, потому что вот он к этому пришел, у него внутри возникла уже такая потребность, что если он уже, у него есть такие возможности, он счастлив, почему бы не помочь кому-то и тоже не сделать этого человека там счастливым. А вы же тоже, насколько я знаю, вместе со своим другом Алексеем Кортневым участвуете в благотворительных проектах, да? Ну, вот у нас вообще один из самых больших фондов благотворительных, детский дом, собственно, так и называется, уже 15 лет. И работа ведется, на мой взгляд, очень большая, то есть и очень хорошая команда, которая работает с детскими домами, выпускаем журнал по всем детским домам, рассылается он, проводим конкурсы там поэтически, проводим Олимпиаду раз в два года, то есть это среди детских домов, и там участвует около 20 команд из победителей по округам, да, то есть это достаточно серьезное такое уже, серьезное мероприятие, где у нас там и Алина Кабаева зажигала Олимпийский огонь, там и Немов Алексей, то есть все знаменитые спортсмены, ну не все, многие участвовали. А Алексей, она же успешный тренер, да, Амина Зарипова? Нет, Амина Зарипова, мы дружим уже там 30 лет, представляете, то есть жена как бы Алексея Куртнева, всегда они с гимнастками, то есть еще приезжали в детские дома с выступлениями много раз, то есть, ну тоже вот в рамках этой работы, и Алексей всегда, то есть вот сколько Олимпиад мы проводили, он просто либо ведущий, либо они из группы выступают, либо он все время приезжает, то есть Алексей, мы дружим, и вот он очень отзывчивый человек в этом плане, то есть когда касается там каких-то детей, мы все, поехали и давайте там, ну только когда совсем уж там у него все занято, да, он может там где-то, давайте перенесем, а так он очень отзывчивый. Предыдущий спортивный опыт как-то вам помогал в развитии бизнеса? Ну вы знаете, самое важное, наверное, это характер, который, вот какая-то сила, то есть не сломаться где-то, где-то даже вот в той же учебе было очень тяжело, зачем мне это все надо, да, потому что там каждый месяц нужно было там по 70 страниц этого английского текста сдавать там какие-то специальные там тесты, все, и было очень тяжело, но вот за счет того, что, наверное, в спорте ты получаешь вот эту базу, именно характер, силы духа, да, вот эта целеустремленность, вот спорт дал это, спорт дал какое-то, ну возможно, ну даже не знание жизни, наоборот, знания этого как такового не было, но возможность путешествовать, да, то есть практически мы проехали все страны и видели все к этому времени, где чего можно было сравнить и понимать, где правда, собственно, где кто чего говорит, и как люди живут в разных странах, и как они думают, и какие-то ценности, которые в других странах, собственно, тоже другие, есть так называемые cross-culture values, то есть, да, то есть как люди относятся к какой-то проблеме вот на этой территории какой-то исторически, все, конечно, связано корнями там с религией, с историей государства еще, но это же очень интересно, и у тебя, когда есть это в спорте, у тебя есть возможность это наблюдать, и это, конечно, очень много стоит, потому что ты путешествуешь все время, все время на каких-то сборах, какие-то страны, ты все время участвуешь в каких-то соревнованиях, и по дороге ты знакомишься с культурой какой-то, да, причем времени на это почти нет, то, что ты либо тренируешься, либо выступаешь, но подсознательно ты же это все запоминаешь и впитываешь, поэтому от спорта остаются два основных таких, мне кажется, момента, первое, это такое подсознательное понимание вообще вот мировой какой-то тенденции, там, культуры, и второе, самое важное, это характер, который может позволить, если ты правильно там сумеешь подойти к решению проблемы, а именно лучше пойти сначала отучиться, потом инвестировать, потому что чаще всего люди, конечно, вкладывают деньги совершенно неподготовленные и теряют. Ну, как вы с ресторанами, да? Так? Вы уже не были готовы или уже? Нет, мне повезло, будем так сказать, потому что я открыл рестораны первые, и они не развалились, то есть это был нормальный действующий бизнес. Но не убыточный? Не убыточный, да, то есть и в конце этого бизнеса я как раз купил те помещения, в которых у меня были рестораны, и это был вот, скажем так, костяк, старт дальше для дальнейших, какого-то движения в недвижимости прежде всего, а потом уже и сопутствующие бизнесы, которые, и не только сопутствующие, там, они уже стали появляться совершенно в зависимости от идеи. Если ты понимаешь, собственно, все эти законы, то тебе не важно, в какой ты отрасли, ты, в принципе, можешь достаточно быстро разобраться в каждой отрасли, куда бы ты ни попал. Понятно, что у каждой есть специфика, там, газ, нефть, да, все это, если ты только, там, 15-20 лет на рынке, ты можешь стать экспертом. А до этого момента ты просто хороший менеджер, ты знаешь, кому обратиться, ты знаешь, каким ты экспертам, кого привлечь, ты можешь, собственно, ну, скажем, есть такой даже предмет, да, вот сейчас модный стал на Западе, называется money behave, это как ведут себя деньги в одних руках, то есть если у кого-то есть, там, несколько миллиардов, собственно, что будут делать эти деньги, да, эти тенденции. И ты примерно понимаешь, да, что люди, с которыми ты общаешься, они, собственно, заканчивали те же самые институты и мыслят примерно так же, и так же подходят к решению проблем, да, и вот дальше становится как-то немножко проще, если ты действительно отучился. Поэтому для любого, там, вот, спортсмена, если совет уж какой-то давать, то когда он заканчивает, надо себя пересилить, несмотря на то, что ты уже богат, допустим, что у тебя есть какой-то начальный капитал, когда ты заканчиваешь со спортом, ты уже никому не нужен. Это как бы факт, и большинство ломается. И мне кажется, здесь важно, чтобы человек, имея такую базу, характер, имея начальный капитал, который он заработал на спорте, сделал следующий шаг к совершенствованию себя. Да, он уже себя, как свое физическое тело, там, усовершенствовал, там, изрядно, да, но следующий этап – это как-то усовершенствовать свой, там, дух. Следующий этап – это понять, какое он место должен занять в этом мире, да, и, собственно, зачем он здесь, да, и попробовать как-то в этом обществе реализоваться, к чему-то прийти. Но ведь не каждому суждено стать бизнесменом, да? Наверное, вы вообще можете, вот вы же и психологией наверняка владеете, да, и я читал, что даже, в общем, и гипнозом, да, можете по глазам человека определить, способен ли он к бизнесу или нет? Ну, знаете, по глазам, наверное, сложно определить. Мне кажется, вот, кроме некой удачи и сложения в одном месте нескольких факторов, человек должен дать Богу шанс. Ну, другими словами… Купить лотерейный билет? Купить лотерейный билет. Нет, то есть для того, чтобы эта удача как-то пришла к тебе, тебе надо сделать усилия, то есть помочь, то есть делать первый шаг по направлению. То есть ты там хочешь, чтобы тебе повезло, и Бог там тебе позволил, там, допустим, стать богатым или еще что-то. Но для этого тебе нужно совершить какие-то усилия, там, получить тоже образование, да, там, попробовать… Ну, то есть не то, что ты будешь сидеть в кресле, и это все к тебе придет. То есть ты должен совершать определенные действия, которые направлены на реализацию точно поставленной цели. То есть если цель, если ты сумел эту цель правильно сформировать, там, правильно записать, да, и тогда ты уже четко видишь, я должен сюда прийти, вот пути, по которым я могу достигнуть этой цели, вот это я отбрасываю, потому что это не очень эффективный путь, а вот эти эффективные, я буду их реализовывать, и на них истрачу все свое свободное время, знания, ресурсы, да, и тогда ты действительно можешь вот приблизиться к этой цели. Это даже не совсем психология, это там стратегический менеджмент, даже менеджмент жизни. То есть если ты видишь поставленную цель, то тогда ты действительно к ней можешь прийти. И если же у тебя цель не ясна, то ты все время разбазариваешь, собственно, свои навыки, свои ресурсы на кучу маленьких каких-то, вот тебе здесь понравилось, ты побежал этим заниматься, ты там туда пошел. А здесь пришли люди, говорят, друзья, давай будем сейчас двери выпускать, да, и ты везде вот это все участвуешь. То есть это никаким образом тебя не привык, то есть ты просто вот, как такая шарашкина история, тебя туда занесло, туда, то есть ты не идешь к правильно поставленной цели. Это, на мой взгляд, очень важный компонент, который человек, бизнесмен, да, должен обязательно перед собой поставить и вообще определить эту цель. Вот в 94-м году один там студент, скажем, MBA провел такой интересный опрос. Он, значит, собрал всех слушателей MBA, всяких программ вот при АНХ и провел анкетирование на предмет, насколько человек четко понимает поставленную свою цель. И получилось, ну, по его мнению, что 6% только студентов четко понимают, что они хотят по итогу получить. Это там обучение вообще в жизнь. И он потом, у него там сложная жизнь, он уехал в Америку, еще что-то, он приехал в 2008-м году, по-моему, или в 2009-м. То есть через 15 лет. Да. И не поленился и провел анкетирование из тех, кого сумел собрать, вот той группой еще 90-го там какого-то года, на предмет суммарного годового дохода. И получилось, что 6% тех, кто тогда сумели ответить, получает больше, чем 94%, которые тогда четкой цели себе не ставили. Поэтому это такой очень важный показатель того, от чего зависит успех. То есть те люди, которые это... Вот это даже вот с восточной историей тоже связано. То есть для того, чтобы мыслеформа, да, сработала, там два компонента. Это первое, это четкая совершенно, это вот мысль. Она должна быть выражена очень яркой, там, да, поставлена. Дальше тебе нужно эту мысль наполнить своей энергией. То есть просто ее мысли формы создать недостаточно, чтобы она материализовалась, как бы, да. То есть ее нужно наполнить своим каким-то ресурсом. То есть на Востоке это называется, там, так называемый тапос, да. То есть это как бы огненный жар. Здесь же у нас ежедневно, если ты энергией подпитываешь эту мыслеформу, что вот я вижу эту цель, я все время к ней иду и свою энергию трачу, чтобы достигнуть, тогда, по сути, у тебя появляется возможность ее достигнуть. И уже дальше там сложится, не сложится, да, по воле Всевышнего. Но, чтобы этот первый шаг сделать, то есть самая дальняя дорога начинается с первого шага. То есть его надо сделать, да, чтобы хоть попробовать. Это Конфуций говорил даже, по-моему, да? Ну, там много кто это говорил. Ну, не только он отсюда. Да, много кто это говорил. Я думаю, что там многое из красивых высказываний по этому поводу, да, что и, собственно, не ты идешь по дороге, а дорога идет, собственно, сквозь тебя, да. Или не ты живешь жизнью, а жизнь живет тобой, да. И если ты в этой какой-то вот позиции совершил то действие, которое необходимо, да, и ты вот сможешь спокойно сказать, ну, я сделал все, что от меня зависит. Дальше уже как бы от меня это не зависело. И ты при этом спокоен, да. Потому что если ты все время что-то не сделал или не доделал, ты все равно скажешь, ну, может, я виноват, потому что я вот это не сделал, нет, не это. А если ты как бы все сделал, ну, значит, как бы не суждено. Это намного проще принять, чем все время сомневаться, а вот если бы я тогда не поленился и там вот это сделал, то, может быть, я бы сейчас достиг успеха, да. И если ты прошел, ну, значит, я вот этим буду заниматься, допустим, если не получил. Как в связи с волнами кризиса менялись направления вашего бизнеса? Вот тот же 1998 дефолт, 2008 сейчас. Ну, в 98-м году я еще в волейбол играл, да, то есть только начинал, у меня вот как раз были поездки в Индию, и я встречался с разными, то есть не только вот Сайбабы, да, он для меня произвел большое впечатление, несмотря на то, что очень много ходит про него и там и плохого, и хорошего, да, и для меня это был действительно великий какой-то человек, да, обладающий 100% какими-то сверхспособностями, запредельными, да. Я это как бы, поскольку с ним общался неоднократно, как бы видел и знаю, и мне, собственно, нет смысла убеждать кого-то в этом. Но кроме него, да, то есть я тоже с рядом интересных очень, так, ну, скажем так, гуру Востока встречался, которые у меня произвели огромное впечатление своим каким-то внутренним миром, то есть человеку, у которого там ничего нет, собственно, там с какой-то миской или еще с чем-то, у него в этой жизни вообще ничего нет, и я совершенно четко ощущаю, что он счастливее, чем я, который там чего-то уже где-то может достиг, у которого есть какие-то деньги, какое-то положение в обществе, и этот человек обладает такой мудростью, каким-то внутренним светом, ну, настолько сильнее меня, что он не может мне как-то гипнотизировать тебя, то есть тебе хочется подожди секундочку, объясни мне, а как вот тебя так прет-то, собственно, от этой, почему ты настолько счастлив, как ты к этому пришел, то есть идея того, что внутри него есть источник, который там запредельный нашему пониманию, но которого все в нем есть, и он абсолютно счастлив, и ты понимаешь, что у тебя такой же источник тоже есть, и его надо только каким-то образом раскрыть, это, конечно, магнетизирует просто, то есть тебя затягивает туда, потому что как же так, вот я тоже хочу, вот, скажем, вот эту таблетку, да, то есть если он настолько там красив в этом, если он настолько счастлив, настолько он светится, и ты видишь, что это не там какой-то внешний показатель, он действительно счастлив, то тебе хочется вот это перманентное ощущение счастья, как у него, а не как я сейчас достигну вот этого и порадуюсь пять минут, потом я устал, и, собственно, на новую цель поставить, чтобы быть счастливым, а на Востоке, ну не только на Востоке, да, допустим, на том же Афоне, куда я там часто езжу, да, есть старцы, которые в них тоже это светится, да, то есть реализация вот этого Божьего дара какого-то, да, то есть внутреннего источника, который, по сути, и есть само блаженство по природе. Всему надо только не мешать засветиться, да, и вот этот путь, который многие проходят монахи, да, собственно, почему люди уходят туда, я его понимаю, потому что я видел в людях вот эту особенность, да, вот то, что человек внутри себя нашел источник постоянной радости, и все вокруг люди, которые соприкасаются, они этот источник чувствуют, и он передается, и ты совершенно четко понимаешь, что я тоже хочу, да, и вовлекается дальше, а для этого это очень большой труд, это так кажется, что вот он сидит, ничего не делает, там, там йог какой-то, да, и, собственно, зря время для общества, а на самом деле он там своим, может быть, там, покоем ума в мире баланс пяти миллионам беспокойных там дает, да, то есть, и мы не знаем, просто я знаю, что это очень гигантский труд над собой, то есть это преодоление себя во всех самых мелких деталях, и вылезает вот эта эго в таких формах, что с этим очень сложно бороться, это очень тяжелая дорога. Но все-таки о волнах кризиса и направлениях бизнеса, как векторы менялись? Ну, в векторы, собственно, началось больше все-таки все вот рестораны и недвижимость, и через какой-то промежуток времени оставалась только недвижимость, вот, потом произошел очень интересный момент, что ко мне подошла сестра с идеей, идея от меня была очень далека, то есть это ее конкретно была идея. Нет, старшая сестра, она занималась волосами для наращивания. И подошла и говорит, послушай, вот, хорошая очень идея, мы таскаем, вот помните, там, в 90-х годах, вот еще, как называли... Челноки. Челноки, значит, волосы из Китая, там, из Кореи, для наращивания, там, синтетические. И я говорю, послушай, Юля, ну, я, Юля, сестра, я вообще, ну, вообще настолько не понимаю, о чем мы говорим. Она говорит, ну, послушай, я вот тебе говорю, это хорошая, правда, идея, давай попробуем сделать какой-то бизнес. И я тогда еще у меня был очень, там, приятель, очень такой сильно, закончивший тоже все, там, MBA и все. И мы вместе сели, стали писать такой бизнес-план. Было очень сложно, потому что мы не представляли, кто же это должен покупать. Да, представлять, надо, вот этот товар будет продаваться, там, вот такому человеку, как, какая у него психология, что, что это. И для нас было вообще, что это. То есть вы не могли составить портрет потребителя? Да, 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 очень было сложно. Но по итогу мы все-таки какое-то сделали, написали, и по тем временам, по-моему, это 2000-й, по-моему, год, или 2001-й, вложили, по-моему, 100 тысяч долларов, я уже не помню, 120 тысяч. И эта штука стала расти, расти стало, там, по 20% в месяц росли, там, эти обороты. И там, наверное, до 2006-2007 года росла. То есть сейчас оборот миллиард, да, то есть… Рублей. Да. И это уже, как бы, не смешной бизнес, это реально… Ну, как быстро окупилось это все? А? Как быстро? Так окупилось уже за миллион лет назад. То есть это, представляете, то есть что такое 100 тысяч долларов и оборот миллиард. То есть мы там в месяц вынимаем намного больше там дивидендов, чем, как бы, вложили за все время. Понятно, что это совершенно, как бы, непонятная идея для большинства, для меня в том числе, да. И вот благодаря сестре, она же пришла с этой идеей совершенно неожиданной. То есть потребители были парикмахерские, так понимаю, да, салоны всякие, красоты? Ну, собственно, да, салоны, сами мастера, которые брали для кого-то, люди, которые брали, чтобы, допустим, нарастить волосы или какие-то шиньоны, ну, что-то для парикмахерских. И они покупали для того, чтобы нарастить дома, например, с каким-то мастером. И потом это все стало развиваться, там магазины появились, там 18 дилерских центров. То есть это все, то есть вот Юля, она операционный как бы менеджер и управляющий партнер. И мы вот, это как бы один из бизнесов, который вот случился, да. Для меня тоже это несколько неожиданно. Понятно, мы вот там, я принимал участие в структуризации, правильно это, но я операционным бизнесом этим не занимаюсь. То есть это моя сестра, несмотря на то, что у меня там даже большая доля, но она в этом плане молодец, потому что действительно несет на себе вот махину такую большую. А почему и как вы пришли в недвижимость? В недвижимость я пришел, наверное, больше потому, что были какие-то знакомства в этой области. Это важно вообще, знакомство, да? Это важно. Почему? Потому что даже вот мы сидели там в кафе, и люди разговаривают про недвижимость, про то там, как, то, чего, какие есть тонкости в договорах. И ты через какое-то прямое время начинаешь волей-неволей через своих друзей понимать какие-то, ну там, нюансы мелкие, да. Дальше с чего-то нужно было начать. Когда рестораны я закрывал, мы выкупили помещение, то есть произошла ситуация, что давай мы их сдадим просто в аренду, и будет КПД намного выше. Мы сдали в аренду. Появился некий опыт того, собственно, как сдавать в аренду, какие-то минусы, плюсы и все. И с этого начался вот этот вот первый такой вот посыл недвижимости. Сначала одно, второе, третье, потом уже ближе подошли к стройке, к каким-то девелоперским вопросам, да, такими именно развития территорий. Я потом сходил еще, отучился специальные там курсы по недвижимости при МБИ. И вот это все как бы сделало, наверное, возможным создать вот такую тактик-группс, так называемую. Хотя мы не консолидированы, да, то есть у нас много-много компаний, которые под тактикой, но это не является один единый центр, который… Ну а здесь какой был стартовый капитал? Вот, собственно, здесь, ну я даже не про… Ну хорошо, про недвижимость, если скажем. Про недвижимость, стартовый капитал был, наверное, не самый большой, то есть там, наверное, около 400-500 тысяч долларов первое помещение мы выкупили. То есть я выкупил сначала Банк Москвы там в 2000 году, мы свое помещение на Петровке выкупили, потом выкупили на Долгоруковской следующее наше помещение, потом пошли несколько помещений, где мы там покупали, улучшали, делали там документы, что-то надстраивали, продавали. И пошли вот такие вот маленькие проектики сначала, то есть там в диапазоне от миллиона до двух долларов, да. И мы вот там купили за 800 тысяч, там сделали на 300 какие-то улучшения документы, еще что-то продали там за два, за два с половиной. Вот так вот как бы начиналось, то есть совсем были мелкие проекты. Ну вот в этом, как быстро вы окупились после вложения? Ну, достаточно быстро, потому что через 2-3 года. Да, я думаю, что года 3-3-4 я все это как бы уже вернул, даже с запасом. А потом это еще больше стало, потому что появились, допустим, мы сделали компанию уже тактика консалтинг, то есть то, что мы начали уже оказывать услуги другим людям в недвижимости для того, чтобы решать их проблемы. Исключительно в России или за рубежом тоже? Нет, исключительно, даже можно сказать, больше в Москве. И их проблемы, потому что мы понимали некую специфику московского рынка. Еще при Лужкове было более-менее понятно, да, то есть как там все это работает. И было достаточно структурировано. Понятно, что был Лужков, который мог решить все, что угодно, да. Но дальше все проблемы были примерно понятны, да, там кто чего решал, где решалось это все, на каком уровне. Все это для нас было это такой открытой книгой. Мы все совершенно четко ходили, кому надо на приемы, решали проблемы, именно делали консалтинг. На мой взгляд, очень хорошо и правильно. Много рисков приходится учитывать именно в российском бизнесе? Ну, сейчас вообще, то есть новое строительство настолько рискованно, что я просто никому не посоветую, да. Потому что страновые риски огромные, да. Риск того, что изменится законодательство в течение одного месяца, да, то есть это, пожалуйста, все, что хочешь, могут сделать, да. То есть раз внесли в земельный кодекс изменения, раз подбирали все участки, которые были раньше. То есть ты там, допустим, купил на конкурсе какой-нибудь земельный участок, еще что-то, что-то там не вовремя по вине города не сделал, у тебя взяли, отобрали. И они имеют право на это, да. То есть законодательно, конечно, наш закон не защищает бизнесмена никаким образом. И правила игры постоянно меняются. Правила игры постоянно меняются. Поэтому вот я там на форуме на одном выступал, меня попросили проблемы именно больших территорий, как их осваивать. Вот там иностранные компании, которые приходят, пытаются инвестировать. По моему мнению, вообще невозможно никак. Ты рисуешь какой-то проект, да, там, у тебя, чтобы большую территорию освоить, это 10-15 лет. Ну, что там, не знаю, 400 гектар, там, да. Тебе надо разбить, рассмежевать земельные участки, там, что-то выкупишь, нет. На каждой там получать ГПЗУ, осваивать-то. А у тебя раз, там, и подняли налог на имущество, там, типа, в 20 раз. И у тебя, там, не знаю, твой 15% АРР стал, там, 5. Да, и все. То есть ты там что-то начал только делать, инвестировать, там, сделал какую-то модель финансовую. Все, и тебе поменяли просто в течение секунды выгодное, там, какое-то дело на невыгодное, да. Поэтому вот эта, как бы, незащищенность инвестора вообще в России, связанная с, там, с изменением законов. Я понимаю, и город тоже, в том числе, да, им нужно деньги откуда-то брать, да, но нет в бюджете Москвы денег. Ну, решили, собственно, переложить это все на собственников имущества. И аргументы тоже, а в Европе же так, они же платят, да. Ну, там, наверное, не за один, как бы, день поменяли на, там, в 20 раз налог на имущество, допустим. Там, наверное, десятилетиями, десятилетиями отрабатываются. Наверное, это шло там 10-20 лет, что ты как-то к этому, там, привыкал, еще что-то. Вот, а у нас сразу балансовая стоимость, то есть ничего, там, типа, 100 тысяч долларов ты платил, там, а сейчас 5 миллионов долларов, да. И это все, там, в один день. Понятно, что ты не можешь никаким образом, да, прогнозы были, что это возможно случиться и все, но ты не можешь в бизнес-модели это заложить, да. То есть, если ты это знал, что когда-то это случилось, ты просто бы не стал входить в какой-то проект, да. Вот, и, конечно, риски очень большие, поэтому знания должны быть еще глубже, да, то есть ты должен понимать, если в большие проекты какие-то входишь, что риски здесь гигантские. В масштабные спортивные мероприятия, которые проходят сейчас постоянно на территории России, вы как-то входите, участвуете? Нет, практически нет, вот, кроме нашей Олимпиады для детей, мы, собственно, нигде не участвуем. Но это у вас будет творительность. Да, ну, вообще мы стараемся, вот, с государством никак не связано быть, потому что это, там, своя ниша, там, аффилированных людей, которые там могут работать, зарабатывают большие деньги. Это их, там, возможности, их знания, там, умения, какие-то ресурсы. И, собственно, туда лучше просто не заходить, на мой взгляд. Если ты дорос до этого уровня, возможно, у тебя будет возможность, и ты этого, если ты вообще захочешь. Я вот просто даже не хочу, да, то есть это, на мой взгляд, немножко, там, своя какая-то... А можете вспомнить свою самую удачную сделку, которая просто, вот, на какое-то время сделала вас счастливым? Ну, счастливым вряд ли, это можно назвать. Ну, было удачное, на мой взгляд, вот, самое такое, это у меня было свободных, по-моему, около двух миллионов долларов, два или три, я уже сейчас точно не помню. Но в 2008 году я купил акции Сбербанка по 14, по-моему, там были и по 7,5 вот эти привилегированные. И через два месяца я продал по 39 их, то есть без плеча, без ничего. Но, собственно, там вот сколько-то тысяч процентов я годовых сделал, вот, совершенно неожиданно. Причем я на бирже не играю, никому не советую, да, то есть это должны реально заниматься этим профессионалы, которые всю жизнь там, у них шансов все равно больше выиграть. Но в момент кризиса, да, это, возможно, действительно хорошая там инвестиция, если ты хотя бы чуть-чуть представляешь, что скоро это должно закончиться. Понятно, что любой кризис цикличен, да. Наш кризис там, он связан все-таки с политическими какими-то моментами, еще что-то, непонятно совсем, когда он закончится, вот сейчас. А в 2008 году это был, собственно, такой мировой кризис, и понятно, что циклическо он скоро должен где-то там закончиться. Поэтому я и вошел, собственно, в акции, и там был уверен, что они как-то вырастут. И просто не подождал, пока они снова не стали 100, продал их по 39, потому что подумал, куда уж, тут и так очень хорошо. Вот, и продал, по-моему, по 30, часть продал по 39, а часть, по-моему, по 42. А они потом еще дорожали? Они там до 90, по-моему, поднялись. Я сейчас не слежу, я вот продал и забыл. Ну, то есть, вот один раз сыграли так успешно, да? Да, ну, вы просто спросили какой-то момент такой, да, я просто говорю, что вот это, наверное, было там сколько-то тысяч процентов, то есть я заработал годовых, да, вот на такой сделке. Это просто вот, ну, повезло, но, наверное, это везение, оно тоже было с моей уверенностью и пониманием, что Сбербанк не может стоить там 14, если он до кризиса, там, до 110 доходил. То есть, он, если уж все совсем накроется, да, ну, тогда и деньги не нужны будут, а если не накроется, то он все равно вернется, ну, к каким-то позициям. И я вот принял такое решение, бизнес-решение с рисками, он же мог с 14 упасть до 7, никто же не знал, да, я, собственно, купил и вот повезло, там, через 2 месяца решил продать, там, через 3. Как подбираете себе партнеров? Вы знаете, мне кажется, партнеры должны подходить по, прежде всего, по ценностям, которые они исповедуют. Ну, то есть, иначе даже вот прописанные какие-то сильно в договорах, там, договоренности все будут нарушены. То есть, когда-то начнет что-то перекашиваться, кто-то больше вовлечен в бизнес, кто-то меньше. И если нет общего понимания каких-то человеческих ценностей, то риск очень большой входить в партнерские отношения. Лучше тогда одному заходить и делать. То есть, если эти ценности как-то исповедуются и, там, одним и другим, да, то тогда намного проще договориться. И обязательно, конечно, с партнерами лучше все это, потому что все же забывается, о чем договорились, что-то не так понял. Лучше все, конечно, записать, даже если это просто какое-то понятийное письмо, чтобы, там, человек через 2-3 года, собственно, не забыл. Я этого не говорил. Да, да нет, мы не так договорились. Я вот это имел в виду. Да, это не то, что человек плохой, а просто ошибку, ну, там, за время он, там, это думал, это потом, он забыл, о чем реально договорились. А когда это все есть, какой-то меморандум или еще что-то, и когда люди примерно одинаково, там, мыслят, у них определенные ценности общие, да, тогда партнерские отношения, на мой взгляд, они приводят к успеху. Ты же говоришь, не делай бизнес с друзьями, не делай, там, бизнес с родственниками. Мне кажется, не совсем правильно, не делай бизнес с людьми, у которых другие ценности. Вот важный момент, да, потому что ты переругаешься. И это очень, ну, очень много мы этого видим, поэтому важно, важно все-таки стараться сделать с людьми, с которыми ты понимаешь, что вы примерно, ну, одинаково в ценностях у всех не бывает, но какие-то основополагающие, они могут быть общие. Гольф помогает как-то вам в работе? В основном отсутствие работы помогает успехам в гольфе. То есть, вы знаете, эта история, да, какой у вас гандикав, там, типа, пять, значит, вы пять дней проводите на работе. Вот, и сейчас гольф, да, я очень увлечен, и сейчас я уже стал, как бы, так называемым синглом, где-то там гандикавом ниже десяти, и мне очень нравится. Это такое, как бы, продолжение спортивных историй, это все вместе, это медитация какая-то, концентрация, потому что одна ошибка в гольфе, это сразу можешь считать забыть о результате, да, поэтому здесь ты должен, там, в течение четырех часов быть сконцентрирован на каждом своем движении. То есть, я даже, другим словом, как такая правильная концентрация медитативная не могу назвать. То есть, это очень интересная история, когда ты отвлекаешься от работы, от всех каких-то проблем, какие вообще возникают, на четыре часа, и через четыре часа ты абсолютно отдохнувший. То есть, морально, там, физически ты устаешь, а, ну, там, ты ходил, гулял по красивым местам, по красивым, там, не знаю, птички у тебя поют, все вокруг здорово, и ты не думал ни о каких проблемах. То есть, ты абсолютно абстрагировал. Вот есть мяч, лунка, клюшка, да? Все, ты ушел, и дальше у тебя твой ритуал. Там, ты подошел, расслабился, там, баланс, расстановка, всякие-то вещи. Если ты сбился с этого ритуала, то ты совершил ошибку. Поэтому ты должен думать только об этом. Сколько раз, я знаю, гольфисты поймут, что когда зазвонил телефон и кто-то поговорил, ну, практически никогда человек не выполняет хороший удар следующий. Да, это показатель. Поэтому требуем тишины, да? Поэтому в основном хороший тон и правильный тон – это выключить телефон с самого начала, чтобы другим тоже не помешало, и уважать своих партнеров, те, которые тоже пришли, собственно, абстрагироваться от каких-то внешних вещей на время, получить этот отдых для ума и для тела, для души, и, собственно, потом снова вернуться с новыми силами. Стратегическая цель в бизнесе у вас не изменилась по сравнению с тем, вот как вы в 15 лет назад входили в него? Ну, конечно, ставятся более амбициозные там задачи. Сейчас, правда, как бы меня, наверное, меньше интересуют там какие-то миллиарды, да? Потому что раньше хотелось… Нет, ну, надо там миллиард, сейчас там это, то… Вот, сейчас я просто думаю, что качество жизни не изменится при, там, каком-то моем изменении, допустим, достижении этого миллиарда, да? Ну, никак не поменяется, да? Поэтому стоит, наверное, больше там правильная задача по каждому из направлений, которые есть. То есть, если это общепит, то стоит задача в этом общепите на какая-то долгосрочная, там, на 10 лет, на 5 лет, там, среднесрочная. Если это девелопмент, то сейчас столько краткосрочной могут быть стратегии, каких-то планов вообще построить невозможно. Вот, и какие-то идеи нового бизнеса, там, связанного с продуктом, там, с лизингом, все это как бы проходит, мы обдумываем, делаем, может быть, будем инвестировать сейчас в новые какие-то направления. А что значит вот эта вот идея «Умные кафе», «Смарт кафе»? Ну, у нас была такая идея, мы очень долго наблюдали, сами находясь в близнецентре, за поведением наших сотрудников, которые ходят в столовые. И мы делали анкетирование. Анкетирование, а почему ты не ходишь каждый день в столовую? И получилось, что два основных момента. Первое – это то, что ты не можешь каждый день ходить в одно и то же место, потому что, ну, очень надоедает вообще вся среда, где ты находишься и кушаешь. Значит, и второй момент – это то, что даже очень вкусная какая-то там курица, она через там три месяца становится уже, ну, надоело ее есть. Поэтому тебе нужно хотя бы там, даже если неудобно, одеться там и в дождь куда-то пройти и съесть что-то другое. И у нас была идея, что мы должны создать такой формат, в котором мы вот придумали, что четыре раза в год будет меняться интерьер. То есть есть внешние какие-то моменты, которые там делают осень, зиму, там, лето, которые меняют. То есть ты через три месяца пришел уже в некое другое место. И второй момент – мы ушли от недельного меню к там, к сорокадневному. То есть у нас есть, скажем так, любимые блюда – это те, которые нельзя не положить там, не знаю, допустим, бульон куриный, да, который должен, собственно, быть почти каждый день. И там, допустим, есть два супа таких и один какой-то своеобразный. И мы ушли от того, что они повторяются там раньше, чем через там 30-40 дней. И это позволяет человеку, который приходит, не чувствовать, что он ест все время одно и то же. Да, он те вещи, которые он любит, он будет есть всегда, не знаю, бывают люди, которые могут годами есть салат с огурцами, с помидорами. И он должен быть, да. Но люди, которые всегда могут прийти и посмотреть, ага, а сегодня вот такое мясо, которое вообще не было, вот оно вот такое под шубой там с какими-то историками. И либо там сегодня вот такая рыба, совершенно новая, и она будет только через 40 дней. То есть это не то, что мы привыкли. И вот на базе вот этих вот типа смарт-кафе, соотношения, а также цены с качеством, то есть мы решили для себя у нас как бы, есть еще управляющий партнер там, да, Андрей Виноградов, там, Василий Сосов, что мы не будем использовать никакие эмульгаторы, не будем делать там все это. Ну, то есть мы решили, что мы будем делать здоровую пищу. Вот, этот нам дороже, как бы в себестоимости, вот, но мы решили от этого не уходить. А люди готовы платить? Ну, вот средний чек, средний чек какой? Ну, вы знаете, средний чек вообще неправильная такая позиция. Почему? Потому что средний чек – это все чеки, ну, то есть выручка на количество чеков. То есть если утром человек пришел и взял кофе, то он в среднем чеке. Тогда средний чек у нас там типа 220-230 рублей, там, да. Правильно, наверное, говорить о средней там цене на обед. На обед. Да, то есть это где есть там компот, первое, второе, второе, ну, без третьего. Третье, собственно, это уже такая некая добавка, она обычно не входит в средний обед, да. То есть поэтому, если говорить об этой цифре, то это около 300 рублей, которые… Сейчас просто много, ну, тенденция произошла такая, что люди приходят, многие могут взять два гарнира, например, да, то есть пришли взять маклажаны с крещеной кашей, да. Да, там два гарнира сложили, там, по 60 рублей, у них 120 и компот. И пошел, собственно, вроде чек, да, но он какой? Понятно, там 150 рублей, он же тоже учитывается. А люди к некоторой пришли, он взял там кусок мяса, он взял пирожное, он взял там это и съел на 450 рублей, да. И схлопываясь, да, появляется какая-то средняя там показатель. 300 рублей. Который там может, да, там варьировать с 300, 300, там 20, там, именно средний показатель. Проблема в том, что сейчас в этот кризис, поскольку покупательская способность сильно упала, поскольку в бизнес-центрах людей многие поувольняли, многие просто свободные площади появились в бизнес-центрах, поэтому сильно упал поток людей. Сильно упал поток, при этом продукты выросли, то есть я могу с уверенностью сказать, что продукты выросли существенно, то есть там на 30% минимум, да, а это выросшая себестоимость, поэтому в кеттеринге сейчас очень большие проблемы практически у всех. И конкуренция большая. Ну, конкуренция, она сейчас там, либо человек должен уйти совсем подпольный, не пробивать чеки, там вообще ничего не делать, это самое делать, покупать все с эмулигаторами, то есть все замороженное полуфабрикатное, и там, не знаю, котлеты по 5 рублей, которые вообще есть нельзя, да, и продавать их. Вот. Либо он развалится, да, то есть вот такая тенденция у мелких, особенно как бы столовых каких-то, или такого кеттеринга. Мы за счет того, что изначально вошли, как бы только большие такие проекты, где большой оборот, и он позволяет вот это вот, ну, у нас схлопнулась, конечно, прибыль достаточно сильно, да, мы там делаем какие-то, мы за все время там подняли цену на 7% только всего. Но развитие шире не идет, да? Развитие сейчас у нас два договора всего новых, на большие тоже столовые, вот, мы только рассматриваем, большие и маленькие сейчас вообще не входим и не смотрим, потому что мы вообще не понимаем, как сделать вот, как бы их честно, скажем так, да, то есть у нас экономика не бьется. То есть если мы заплатим там правильные все зарплаты, все там налоги, аренду и так далее, у нас будет всегда минус, что бы мы там ни делали, либо мы должны средний обед сделать по 700 рублей, никто есть его не будет, да. Поэтому, поскольку экономики в этом совершенно нет, а делать заведомо какую-то такую серую какую-то схему на этих столовых мы совершенно не хотим, и мы делаем только большие, за счет вот некого оборота, там есть плюсы, да, то есть там что-то, то есть мы сейчас кормим не так много, порядка 6-7 тысяч человек в день, вот, и задача у нас стояла, как бы довести до 2017 года до 20, но, естественно, мы ее не выполним, потому что просто этот кризис убил, и даже целесообразности вложений, да, тоже сейчас почти никакой нет, то есть мы сейчас просто сидим ждем, да, то есть мы в плюсах, мы зарабатываем немножко, совсем немножко, а все остальные, ну, большинство в минусе. А спорт как бизнес может, на ваш взгляд, сейчас в России развиваться, или пока еще об этом тоже не стоит думать? Я пока не вижу вообще спорт как бизнес, то есть мы, я считал несколько таких стартапов, там мы связаны с там типа с драйвинг рейнджем, мы смотрели там гоночную трассу, ну, вот что-то такого плана, полуразвлекательного, полуспортивного, да, на мой взгляд, как бизнес, бизнес должен быть большим, чтобы он мог позволять в нашей стране, где риск у бизнесменов больше, чем в любой стране мира, да, чтобы ты мог решить эту проблему за счет оборотов. Потому что если бизнес маленький, то он просто умрет на первом же там чиновнике, скажем так, который захотел прийти и отнять, да, и это как бы у нас сплошь и рядом, да, то есть все это происходит, и самая большая проблема вообще в стране, в нашей бизнесе, это то, что, собственно, право собственности не защищено, то есть это государство либо может отобрать везде какие-то совершенно новые там законы, либо просто кто-то, кому понравился твой красивый, хорошо развивающийся бизнес, у которого хорошие там связи в правоохранительных органах, и он за счет этого просто забрал себе, либо напополам с кем-то. Это очень много случаев вокруг там, кто, то есть мы это видим, да, то есть права людей в стране, к сожалению, то есть понятно, мы видим суды, которые все, да, там в одну сторону судят, там попробуй посудить там с Москвой или попробуй посудить там со страной, да, которая захотела у тебя что-то отобрать, понятно, что ты проиграешь по-любому, что ты там прав, ты не прав, есть ли на твоей стране, то есть это, вот эта система, конечно, делает бизнес очень рискованным в нашей стране. Где-то положительные, где-то там отрицательные моменты, возможно, становится где-то лучше, да, что-то. Ну, сейчас в кризис все еще, и так было не очень так уверенно, сейчас все усугубилось. Но вы все-таки себя видите в России, да, и будущее своих детей тоже, да? Я вижу себя в России, да, то есть стараюсь, ну, я знаю, я в этой стране родился, я в этой стране вырос, защищал, я играл за сборную СССР еще, потом за СНГ, был такой период, мы там на Олимпиаде играли, а потом за Россию, и как-то мне вот этот, мне на многие вещи очень больно смотреть, то, что у нас там происходит, там какие-то, но я стараюсь все время видеть что-то хорошее, да, где-то, где могу погордиться своей страной, ну, где не могу что-то съесть просто. Спасибо, Павел. Сейчас походим где-то, да, ребята, сверстно? Не, не, мы еще все девочки. Да. Это сыновья, да? Сыновья. Это у меня все три сыновья. Вот. А ждете девочку сейчас? Ждем девочку. Так что скоро девочка появится, все очень ждем, уже любим, уже у нас любовь и имя, то есть, ну, если Бог даст, все будет хорошо, то есть мы будем сейчас... Много травм получили вообще? Немеренно, просто и сердце, и там 4 межпозвоночные грыжи, и колени все разбиты, и локти, да. И прооперированные там пальцы все сломки, ну, что там, блок, волейбол, понятно. Это все, конечно, наверное, ближе к старости, я себя пока не считаю. Уникальный человек, да, который Сергей, да, который... Да, 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 и тихий. Да, наш... Там сейчас на шестую, по-моему, олимпиаду, если он поедет, он абсолютный рекорд будет, да, в шесть олимпиад, я вообще... То есть я на двух был, на треть уже не попал, так я уже себя чувствовал. А он, то есть реально, вот настоящий профессионал, который всю жизнь вот положил этому, молодец. Ну, то есть вот действительно такой, наверное, пример, действительно вот вся жизнь в спорте. Ну, и все-таки он олимпийским чемпионом стал в итоге, да? Он уже олимпийский чемпион стал, там, там, в сорок с лишним лет уже. И сейчас поедет опять, если поедет, ну, дай бог, он здоровится. Да, вот сейчас отберутся, они в январе, в принципе. Если отберутся, да, то наверняка поедет и будет этим рекордсменом действительно таким, который заслуживает уважения. А с товарищами как-то общаетесь по сборной? Ну, мы редко видимся, к сожалению, совсем редко. Разметало всех, да? Всех разметало. Кто-то в других городах, какие-то разные интересы у всех. Кто-то в спорте там остался, кто-то что-то пытается делать. Но со мной все как-то рядом с волейболом, все равно. То есть кто-то в основном тренерами стали где-то там-сям. Ну вот, то есть в основном в спорте. Я просто для себя понял, что я не могу быть тренером. Я несколько раз... Не президентом клуба, никем, да? Показать. Нет, президентом клуба я даже пытался, мы в свое время пытались клуб ЦСКА реанимировать. Реанимировать наш там старый, даже нашли на это деньги. Но там, в общем, болото такое, мне кажется, что это нереально там, да. это сделать. То есть клубом-то можно руководить как одна из там направлений. А тренером я точно не могу сказать. Я несколько был таких показательных тренировок, и я что-то там пытался людям донести. Мне все говорят, ну ты что, дурак, я же тебе говорю, вот так вот делать. Вот, а ты не делаешь, да? То есть со стороны, наверное, тренер, когда с нами мучился, примерно так же, да? То есть, что ж ты... Я же тебе все правильно объяснил. Ну ведь, видимо, кажется, что вот, ну вот, вот так вот я показал, значит, ты должен сделать. Ну, кажется, вроде, у тебя же физические данные все есть. Ты вроде нормально подходишь, нормально прыгаешь. Почему ты вот там, не знаю, руки не можешь на блоке перенести? Ну, я утрирую. Поэтому тренер, он, конечно, должен быть там таким прям вот от бога. Я не знаю, вот как Платонов был, да, он там великий тренер, действительно, он там и стратег, и тактик, и там техник. И мотиватор, да? Чего хочешь, да? Да. Достигал результатов. Как-то, возможно, нашел какую-то историю, привлечь к себе внимание женщин. Может быть, только так их можно было привлечь, но для меня это, конечно, дикость, когда он там на них орет такими словами. И так, что один на один, он был очень психолог сильный, он все время там в раздевалке спрашивал, ты как себя чувствуешь? Ты смотрел в глаза и понимал, кто уже там...